Далее в программе указывая путь. Оторвитесь от того, чем вы заняты, и начните вспоминать Божие благословения, произошедшие в вашей жизни. Вспомните, как Бог защищал вас и как Он присматривал за вами. Вспоминайте, как Он действовал в вашей жизни в прошлом. Ведь сегодня тот же самый Бог желает благословить и ободрить вас, чтобы действовать через вас снова. Смотрите далее в программе. Я думаю, большинство истинных верующих в Господа Иисуса Христа знают, что сатана — лжец и отец всякой неправды. Сатана стремится уничтожить истину Слова Божьего и заменить ее ложью. Вот то, чем постоянно заняты он и все его демоны. Возможно, нет никого, кто понимал бы опасность этой подмены больше, чем апостол Павел. И поэтому во втором послании к Тимофею, во второй главе, 14 стихе, он обращается к будущему поколению и лидерам этого поколения, чтобы они не просто верили в истину, но и передали ее дальше. Это то, к чему мы очень серьезно относимся в нашей церкви. Итак, мы продолжаем изучать одно из последних посланий, написанных апостолом Павлом. Мы точно не знаем, сколько прошло дней или недель, но точно не месяцев после его написания, прежде чем он был обезглавлен. Поэтому в этом послании на каждой странице буквально чувствуется сила и огромное напряжение. В предыдущей проповеди мы уже разобрали первую половину второй главы, где Павел дал нам три образа, чтобы лучше понять, что такое верность в передаче истины следующему поколению. Во второй половине этой главы он дает нам еще три образа в дополнение к прошлым, чтобы укрепить нашу верность в служении Господу. Вот эти три образа, я перечислю их вам. Первый. Достойный делатель — это тот, кто старается и делает свое дело добросовестно. Второй. Чистый сосуд, который всегда готов для использования в почетных целях. И, наконец, третий. Раб, верный и послушный своему Господу. Итак, давайте посмотрим на них очень быстро. Добросовестный работник. Что это? Единственная причина, чтобы служить Господу верно и усердно. Не в том, чтобы угождать другим и давать им возможность чувствовать себя настолько хорошо, насколько это только возможно на этой земле. И также это не угождение самому себе. Главное, основная и единственная причина для верности — это угождение нашему Господину. Почему же лже-проповедникам должно быть стыдно? Да потому что их труд только ради шоу, чтобы только произвести впечатление на людей, только ради получения славы от людей. Вот за это им и должно быть стыдно. Ведь угождение Господу для них не является целью как таковой. Такой вот парадокс. Те, кто должен постыдиться, не имеют стыда вообще. А вот почему. Любое. Какое угодно служение должно осуществляться только ради славы Бога. Мы не должны иметь личных или скрытых мотивов. Так что другими словами будьте прямолинейны. Слово Божие всегда говорит ясно и прямо. Оно всегда очень простое. И Павел говорит Тимофею, «Продолжай делать так же. Сохрани это». Никто не говорит, что наше послание понравится всем людям. Никто не говорит, что все будут спасены. Возлюбленные, послушайте. Любить людей не означает, что мы согласимся нарушить полноту Слова Божьего. Любить людей не означает идти на компромисс с истиной. Вовсе нет. Будучи прямыми, мы можем испытывать отвержение и отчуждение. Мы можем переживать дискриминацию и даже гонение. Но что бы вы ни делали, будьте делателем, который однажды, без стыда, сможет взглянуть Иисусу в глаза. И вот вам 16 стих. «Непотребного пустословия удаляйся». Другими словами, не позволяй себя втягиваться в глупые споры. Не вступай в споры о том, что и так уже давным-давно ясно изложено в Слове Божьем, потому что это больше заставляет людей углубляться в нечестие. Он использует здесь греческое слово «катастрофа». Мы все знаем его значение. Компромисс не созидает личность, а наоборот, разрушает ее и приводит к катастрофе. Компромисс ведет к лжеучению, которое затем приводит к нечестию. Лжеучение производит безбожную жизнь, результат которой — катастрофа. Лжеучение похоже на гангрену. В одном из переводов стоит именно это слово — гангрена. Посмотрите на 17 стих. «Это инфекция. Не относитесь к этому поверхностно. Она смертельна и распространяется очень, очень быстро. Лжеучение и дьявольская ложь распространяются гораздо быстрее, чем истина. И вы спросите, «Майкл, почему же так?» «Да потому что грешное человеческое сердце очень любит компромисс». И обращаясь к Тимофею и к нам, Павел упоминает по имени двух конкретных людей. Они позволили ввести себя в заблуждение. И в итоге отпали от веры. Еще не было ни одной недели, чтобы я не слышал о падении очередного проповедника или христианского музыканта. Это просто разбивает мое сердце. Он называет их имена именей Ифилит. Удивительно, что именей означает «поющий человек». Его имя происходит от слова «гимн». Ифилит, производное от «филео», которое, как вы знаете, означает «любовь», «любовник» или «любящий». В итоге один становится лже-певцом и поет неправильные песни, а другой лже-любовником, извращающим любовь. И вот, что мы с вами никогда и никогда не должны забывать. Будьте, пожалуйста, внимательны. Не упустите это, пожалуйста, потому что обманщики очень привлекательные люди. Обманщики. Они как дьявол во плоти и могут представаться в облике ангелов света. Они очаровательны и красноречивы. Они берут крупицу истины и оборачивают ее пышной оберткой из-за лжи. Могут добавить к ней каплю яда и посыпать при этом сахаром. Так вот, Павел говорит, избегай таковых людей, которые заворачивают истину в ложь. Второй пример верности, который мы видим здесь, это чистый сосуд. В больших домах или дворцах, которые можно увидеть по телевизору, полно всякой утвари. Внутри них есть и всякая посуда, и столовые приборы, кастрюли и сковородки. И все это в огромном количестве. Во Вселенской Церкви Иисуса Христа точно так же представлены все нации и народы во всем ее разнообразии. И мы все, как эта посуда и домашняя утварь, но, будучи людьми, мы можем повлиять на то, будем ли мы серебряной ложкой или грязным ведром. Есть посуда, которую хозяин дома с гордостью показывает всем, а есть еще и ржавая, которую он поскорее убирает в подвал подальше от глаз. Так вот, послушайте, те, кто проводит прямые борозды, и верен Господу и Его непогрешимому слову, изложенному и в ветхом, и в Новом Завете являются инструментами для почетного использования. А те, кто извращают истину, проповедуют и учат полуправде, и своим собственным идеям являются инструментами низкого употребления. Послушайте, вот что говорит Слово Божие. Итак, кто будет чист от всего, тот будет благопотребным владыки. И нет большей чести в жизни, чем быть инструментом в Божьих руках. Невозможно представить большую честь, чем быть использованным Господом по Его усмотрению. Но тут есть условия, и его не я придумал. Интересно, что же это за условия? Это чистота и непорочность. Думаете, что я проповедую вам о совершенстве? Нет, и еще раз нет. Будьте внимательны, совершенными мы станем только тогда, когда попадем на небеса. Кто-нибудь скажет на это «Аминь»? Лично мне уж не терпится. Чистота и непорочность — это вовсе не о совершенстве. В 22 и 23 стихах Павел говорит, что мы можем очищать себя. Спасение мы получаем только благодаря Божьей милости и власти. Это единственный способ. Но, будучи спасенными, мы можем постоянно очищать себя. Вы спросите, как это делать, Майкл? Через признание и покаяние. Понимаете, покаяние не только для грешников, не знающих Христа, и начинающих верить в Него. Покаяние должно быть образом жизни каждого верующего. Не придавайте греху смысла, не придумывайте ему объяснение, не оправдывайте его. Павел говорит, «Юношеских похотей убегай. Слыша это, не упустите два момента». Некоторые люди думают, «Ну, это он говорит прежде всего о сексуальной распущенности». «Ах, да, сексуальные грехи». А другие полагают, «Ну, это вообще только для молодежи». И так я хочу вывести вас из заблуждения. Послушайте меня очень внимательно, пожалуйста. «Юношеские похоти» — это потакание своим слабостям. И самоутверждение. Это упрямство и своевольность. Это высокомерность. То есть это все то, что мы обычно связываем с подростковым возрастом. Хотя я встречал в нашей церкви подростков, которые удивляли меня своей силой и зрелостью. Но в любом случае, неважно, какого возраста человек, он не должен даже касаться таких качеств, о которых говорится. Эти искушения и для старых, и для молодых. И хоть они и ассоциируются с подростками, но все должны бежать от них, без исключения. Есть общее заблуждение среди верующих людей. И я хочу объяснить вам это. Вы обязательно поймете это, как только вы слушаете меня. Библия говорит, «Убегайте от искушения и противостаньте дьяволу». Убегайте от чего? Противостаньте кому? И для этого есть причина. Ведь Бог знает нас. Он сотворил нас. Он знает нас изнутри. Поэтому Он, зная, что для нас так будет проще, и дал нам эту легкую формулу убегать и противостоять. Но вот где христиане делают ошибку. они меняют порядок этих шагов. Вы понимаете, о чем я? Они меняют их порядок. Они противостоят искушению, а потом убегают от дьявола. Но когда ты пытаешься противостоять искушению, то твои шансы впасть в него, наоборот, резко возрастают. А если ты убегаешь от него, то 99% ты избежишь его. Но от дьявола, наоборот, не надо убегать. Ты должен биться с ним один на один, и ты одолеешь его. Или ты можешь делать так, как я. Я говорю с дьяволом. Я говорю ему, ты побежденный враг. Ты беззубый лев. У тебя нет никакой власти надо мной, потому что я искуплен кровью Господа Иисуса Христа. Или процитирую Писание, ничто не отлучает нас от любви Божией, даже ты дьявол. И знаете что? Знаете, что произойдет, когда вы противостанете дьяволу? Он сам убежит от вас. Это то, что говорит Слово Божие. Я не придумываю это. Но очень много верующих мешкают и начинают бороться с искушением вместо того, чтобы бежать. И из-за этого они сами себя и подталкивают в него. Но когда мы убегаем, то мы не бежим неизвестно куда. О нет, мы бежим к праведности. Библия четко говорит нам. Мы отказываемся от себя и следуем за Иисусом. Мы отбрасываем то, что связано с плотью и старой природой, и берем то, что принадлежит природе новой. Мы придаем смерти наши земные члены и помышляем о небесном. Мы распинаем плоти, ходим в духе. Мы безжалостно отвергаем одно и неустанно преследуем другое. Послушайте дальше, драгоценные. Есть секрет, если это можно так назвать. Секрет победы. Секрет Бога угодной жизни. Не теряйте мысль, пожалуйста. Апостол Павел показывает нам третий образ. Это верный и послушный раб. Так же, как и работник, который хорошо выполняет свои обязанности, и как сосуд, который постоянно готовит себя для почетного использования. Этот раб верен и послушен. В старые и не совсем добрые времена, когда еще существовал рабство, у рабов были первостепенные обязанности. Они послушались хозяину и исполняли его волю. Они должны были делать то, что им говорят, вне зависимости от того, согласны они с этим или нет, и нравится им это или нет. Важна была верность и послушание своему хозяину. Сатана всегда пытается соблазнить нас на неполную верность и частичное послушание. Если вы думаете, что я не знаю, о чем говорю, то очень ошибаетесь. Я всегда на чеку, чтобы не попасться в эту ловушку. Посмотрите на 26 стих. Готовность и радостное служение помогают нам не попасться на уловку сатаны. И кроме того, мы можем помочь и другим людям не угодить туда. А если они все-таки свалились в нее, то мы можем помочь им выбраться оттуда. Я постоянно напоминаю себе это. И вот заканчивая, говорите, необходимости быть готовым и верным день и ночь. Я бы хотел рассказать вам одну историю. Послушайте ее, пожалуйста. Она о состоятельном подрядчике, который стал достаточно богатым, чтобы уже больше не работать. К тому времени он проработал многие, многие годы и решил выйти на пенсию. Но перед этим он решил вознаградить своего бригадира, который уже давно на него работал и сказал ему, «Мы выходим на новый уровень, я хочу, чтобы ты построил самый большой и лучший дом из всех, какие мы только строили. Никаких ограничений по бюджету. Возьми лучшее оборудование и лучшие материалы. Трать сколько хочешь». Я уезжаю на год в Европу, «А когда вернусь, то надеюсь, что ты уже закончишь к тому времени». Ну и, конечно, мысли о безлимитном бюджете заплясали в голове у бригадира. Он решил, «Это мой шанс сорвать куш и заработать кучу денег». И вот он построил этот огромный особняк. огромный дом из дешевых креплений и материалов, не способных долго простоять. Внешне, да, дом выглядел довольно хорошо. Он был прекрасен, но внутреннее его состояние было хуже некуда. И вот подрядчик вернулся, чтобы осмотреть этот дом. Они прошлись по нему вместе с бригадиром, и подрядчик спросил его, «Ну что, тебе нравится этот дом?» Бригадир ответил, «О, это чудесный дом». Тогда подрядчик сказал ему прямо, «Я рад, что тебе он нравится. Это подарок тебе перед пенсией». И просто отдал ему ключи. Он сказал далее, «Этот дом мой подарок тебе за хорошую работу». Мы с тобой строим духовный дом. Мы его строители, и мы же и утварь внутри этого дома. Мы слуги хозяина этого самого дома. Поэтому живете ли вы в презрении или в довольстве в своем доме? Живете ли вы в мире или нескончаемой боли? Живете ли вы в депрессии или в блаженстве? Все это зависит от того, кто вы в ваших отношениях с хозяином этого дома. Может быть, вы видите себя трудолюбивым работником, а может, инструментом чистым и непорочным, готовым к тяжелой работе в руках хозяина, ну а может быть, слугой, желающим повиноваться своему хозяину. этот выбор за нами. Я молюсь Богу, чтобы все слышащие это сказали, «О, да, Господь, это действительно я». А если нет, то ты можешь сказать, «Да, Господи, это тот, кем я хочу стать в Твоих руках». Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова